Вчера, после того, как Путин объявил эту мобилизацию, россияне действительно поддались панике. Телеграм-каналы пополнялись, да и до сих пор пополняются сообщениями о том, где на улице можно неожиданно получить повестку от военкомата. Аэропорты переполнены, билетов на рейсы в страны без визы для россиян уже не было вчера. Google получает рекордное количество запросов из России на темы, связанные с отстрочкой от военной службы. О том, как прошел первый день частичной мобилизации Алла Перумова. Менты, на улице молодежь останавливают, я вообще ору. Первый день частичной мобилизации позади. Представители военкоматов вручали повестки россиянам прямо на улице. Созданы десятки телеграм-каналов, которых сообщают, в каких районах активно выдают письма счастья. Видите, что мы седьмой? Это уже освобождены. Короче, это было военных. В руках. Очень много повесток. По сообщениям очевидцев, росгвардейцы останавливают мужчин на улицах, в метро, раздают повестки на предприятиях или просто засовывают в дверь. Судя по фото, повестки есть даже безымянные. Проблемы у Министерства обороны с обеспечением боевой готовности, с обеспечением людьми есть, конечно. И поэтому они собирают по сусекам, скребут, кого только можно уговорить пойти служить. В военкоматы являться россияне не спешат. Однако те, кто по повестке все-таки пришел, уже знают даты начала так называемой спецподготовки. В Тверском и Останкинском военкоматах Москвы заявили, что не поручали раздавать повестки на улицах, сообщает телеграм-канал «Шот». В сети начали появляться сообщения о военных, раздающих повестки по Москве. Сами знаете, откуда пришли такие вести. Проверили несколько указанных точек, там никого нет. В Тверском и Останкинском военкоматах нам также заявили, что приказа раздавать повестки на улице не поступало. Если Розен призовет, то пойдем. Российские пропагандисты из рядов «Коньюз» отправились на улицы Москвы и спросили людей о том, как они относятся к объявленной мобилизации и готовности, если придется присоединиться к ней. Ожидаемо все герои сюжета высказали уверенность в том, что это необходимо и свою готовность к ней присоединиться. Как вы относитесь к мобилизации в России? Прекрасно. Прекрасно. А почему прекрасно? Потому что надо свою страну защищать и надо идти. Одним из тех, кто в опросе рядов «Коньюз» даже без вызова пошел в военкомат, оказался их коллега по пропагандистскому цеху. Выдала зеленая лента на шее с логотипом «Russia Today». В принципе, у меня был выбор. Я мог дома сидеть сегодня и не париться, да, и ждать, когда мне там что-то позвонят. Может, не позвонят, может, позвонят. Ну, я бы просто все не простил. Только вот сайты авиаперевозчиков говорят о том, что далеко не все готовы к частичной мобилизации. Авиабилеты на ближайшие прямые рейсы за пределы России из Москвы и Петербурга заканчиваются. А алгоритмы билетных агрегаторов моделируют высокие цены на остатки. На вылеты 21 сентября из Петербурга в города Таджикистана билетов не осталось уже к 13 часам дня. В Кыргызстан и Турцию аналогично. Ряд самолетов различных авиакомпаний были вынуждены кружить над Ленобластью в ожидании своей очереди на посадку в Пулково. Воздушные пробки можно было наблюдать около двух часов дня, 21 сентября, в онлайн-сервисе Flyradar. Связан такой спрос на авиабилеты с возможным запретом на выезд граждан, которые попадают под волну частичной мобилизации. Как это ограничение будет работать на практике и будет ли ограничен выезд за границу, неизвестно. Мы уже видели публичное высказывание должностных лиц о том, что ограничений не будет, но закон четко определяет, что выезд без специального разрешения запрещен. А что делают те, кто не успел купить билет на самолет в страну без виза, но принимать участие в войне не хочет? В русскоязычном сегменте Google резко популярными стали запросы «Отсрочка от армии» и «Как сломать руку». Google Trends показывает статистику по этим запросам. Также в категорию «Сверхпопулярность» в Google Trends попали запросы «Отсрочка от частичной мобилизации», «Грыжа заболевания» и «Кто не подлежит мобилизации». О том, как законно попробовать отсрочить или совсем отказаться от призыва, не ломая себе руки, нам рассказал Алексей Табалов, директор школы призывника в России. Первая и главная рекомендация – не получайте повестки, не ходите в военкомат. Если вы получили повестку лично в руки и не пошли по ней в военкомат, максимум, что вам может грозить – это штраф от 500 до 3000 рублей. Это максимум. Никакой уголовной ответственности за это нет. По словам Алексея Табалова, если все-таки по повестке прийти в военкомат, а в ней написано, что призвали для отправки к месту прохождения военных сборов, то человек автоматически считается военнослужащим. И если в этот момент мужчина развернется и уйдет, это уже уголовная ответственность по статье «Дезертирство». Алла Перумова, Белсад.